Доброе утро, уважаемые президенты, коллеги. Я хочу сегодня поделиться опытом отделения нашего. Рак молочной железы – самая частая форма злокачественных пухолей у женщин. И во всем мире отмечается рост заболеваний с злокачественным образованием молочной железы. В Чувашской республике тоже идет рост. И в 2019 году составило 5161 человек. И впервые выявлено 416 человек. Внедрение клинической практики у ранней диагностики и комплексного лечения приводит к продолжительности жизни больниц с злокачественным образованием. Актуальность заключается не только в раннем выявлении рака и проведении необходимого лечения, но и реабилитации онкологического больного. Обширные хирургические операции, цитостатические, гормональная терапия, лучевая терапия приводят осложнения, снижающие трудоспособность пациентов. Поэтому один из принципов реабилитации в онкологии является применение методик, направленных на улучшение функций организма, способствующих повышению качества жизни больного. Задача медицинской реабилитации при раке молочной железы – это профилактика застой лимфы и уменьшение проявления лимфатического оттека на стороне оперированной руки в области хирургического вмешательства, профилактика лечения при лучевой терапии и химиотерапии, улучшение функций и уменьшение боли в области верхней конечности на стороне операции, улучшение кровообращения, лимфообращения, регенерации рупса и оксигенации тканей, улучшение проявления посткостерационного синдрома, улучшение психоэмоционального состояния пациента. Мы работаем в команде мультидисциплинарной бригадой. Вы увидите на слайде нашу мультидисциплинарную бригаду. Специалисты мультидисциплинарной бригады, учитывая показания и противопоказания, разрабатывают индивидуальные комплексы с учетом особенностей заболевания, осложнения, этапа лечения и безопасности применяемых средств. Методы реабилитации, которые мы применяем в нашем учреждении, это лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, психологическая и социальная помощь, это проведение школ пациентов, школы здоровья и взаимодействие с общественными организациями. Мы широко применяем лечебную физкультуру. Комплексы упражнений лечебной физкультуры направлены на увеличение подвижности суставов, растяжение мышц. Они позволяют улучшить обменные процессы патологически измененных тканей, поднять уровень компенсации. Применение лечебной физкультуры ускоряет сроки выздоровления и повышает эффективность комплексной терапии пациента. В зависимости от состояния проводится в индивидуальной и групповой форме. Следующих методов это мы применяем физиотерапию. Процедура физиотерапии, улучшая состояние тканей, лимфы и кровообращения, уменьшает воспаление и снимает болевой синдром. Следующий метод это массаж. При ручном массаже происходит улучшение лимфотока, кровоснабжение суставов и близлежащей тканей, увеличение скорости обменных процессов и выделительных функций внутренних органов. Очень важна психологическая и социальная помощь. Психологическая помощь пациенту и его семье актуальна на всех этапах лечения и болезни. Она позволяет улучшить психическое состояние пациента, позволяет устранить возникшие после операции проблемы и вернуть пациента социальной активности. А положительный эмоциональный настрой и ведение активной жизни разы снижает риск возникновения рецидива. Мы регулярно проводим тренинги, занятия по релаксации, арт-терапии, занятия в сенсорной комнате, уроки красоты, уроки мастерства. В нашем учреждении организованы три этапа реабилитации. Это первый этап реабилитации, хирургический этап и третий амбулаторный этап реабилитации. Преабилитация это реабилитация с момента постановки диагноза до начала лечения. Проведение при реабилитации ускоряет функциональное восстановление, сокращает сроки пребывания в стационаре после операции и снижает частоту развития осложнений летальных исходов. И включает при реабилитации это физическую подготовку, социально-психологическую помощь, информируем пациента. На этом этапе у нас работают медицинские психологи и инструкторы по лечебной физкультуре. Этап стационарного хирургического лечения мы тут работаем над профилактикой и лечением осложнений для увеличения объема движений, уменьшения болевой синдрома. Для профилактики лечения послеоперационной раны мы применяем лечебную физкультуру с первых суток, лечение положением, применяем физиотерапию. Курс лечения занимает от 8 до 10 процедур. Этап стационарного лечения во время химиотерапии мы работаем над профилактикой и лечением осложнениями. Это флебиты, тромбофлебиты, полинерепатия на фоне химиотерапии, мукозиты. И для профилактики выпадения волос мы применяем аппарат Орбис-2. При этих осложнениях мы используем физические факторы, лечебную физкультуру, массаж. Этап стационарного лечения при лучевой терапии – это лучевое повреждение легких, лучевой дерматит, лимфодемы. Мы тоже применяем физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, массаж. Курс лечения составляет от 10 до 15 процедур. На амбулаторный этап реабилитации пациенты поступают с клинической группой 3 без признаков рецидива и прогрессируют по направлению врача-онколога с результатами обследований. Во время прохождения реабилитации каждый пациент у нас получает маршрутный лист индивидуальной программы комплексной реабилитации. Маршрутный лист оформляется специалистами мультидисциплинарной бригады, где указываются процедуры, назначаемые процедуры, указывают, в каком кабинете будет получать пациент, какое время. И ежедневно выполняется отметка реабилитационных мероприятий. На амбулаторном этапе мы больше работаем с осложнениями. Это ограничение подвижности плечевым суставам, на стороне мастектомия, болевой синдром, вызвание невропатии, плексопатии, лимфодема, посткостерационный синдром, флебиты, тромбофлебиты, полинейропатии. На фоне химиотерапии лучевые драматиты. Лечение они у нас получают от 10 до 14 процедур. Назначаем мы физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, психологическую помощь. Занимаемся мы профилактикой. Мы проводим школу пациентов, школу здоровья. На школах мы рассказываем пациентам и родственникам о современных диагностиках и лечении, о технических средствах, как бороться с болезнью. С 2015 года в Чувашской республике организована выездная бригада «Онкопатроль», в составе которой входят врачи-онкологи, медицинские сестры, медицинские психологи, мобильный передвижной маммограф. Работа направлена на сохранение здоровья, на снижение смертности путем ранней выявления онкологических заболеваний. Формирование здорового образа жизни и онконасторожности. Медицинские психологи проводят школу здоровья, мастер-классы по самообследованию молочной железы. И в 2019 году обучено 839 женщин. С 2013 года мы сотрудничаем с общественной организацией «Союз женщин-чуваши». Реализованы два проекта «Истеля заботы» и «Ради жизни». Организуем и проводим клубы общения для онкопациентов. Приглашаем стилистов, волонтеров, косметологов. Организуем экскурсии. Организуем группы для бассейна, для цигун-терапии. Разработаны нами памятки, содержащие полезную информацию для пациента. И каждый пациент у нас при прохождении реабилитации получает эти памятки. Это комплекс лечебной гимнастики после операции на молочной железе, профилактика лимфатического оттека руки на стороне операции. Вам предстоит лучевая терапия, вам предстоит химиотерапия. При разработке индивидуальных программ лечебных мероприятий необходимо учитывать вид хирургического вмешательства и наличие осложнений. Индивидуально подобранные лечебно-реабилитационные программы для пациентов раком молочной железы, физиотерапевтические процедуры, ЛФК использования массажа и современная восстановительная терапия в сочетании с социально-психологическим сопровождением пациента позволяют добиться восстановления нарушенных функций, сократить сроки реабилитации и улучшить качество жизни пациента после оперативных и лечебных вмешательств. Реабилитация пациента раком молочной железы представляет собой процесс, который должен начинаться до применения того или иного лечения и продолжаться всю оставшуюся жизнь. Она должна включать решение всех проблем, возникающих у пациента в связи с заболеванием. Процесс реабилитации должен носить непрерывный характер. Только так можно добиться успеха в восстановлении участия пациента в активной жизни. Благодарю за внимание.